Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе утро! Мы начинаем 237-й урок. 237-й урок, сегодня заканчиваем 30-ю главу Мишли, притчи царя Соломона. Нам останется только одна глава, и мы изучим полностью всю книгу Мишли, притчи, и достигнем тех целей, по идее, которые царь Соломон перед нами ставил в начале, как он сказал, что мы, Мишли, будем учить. Для чего? Мы должны были с помощью Мишли познать хохму, божественную мудрость, и мусары, научиться собой управлять. Лиавин и Мрейбинай, научиться понимать причинно-следственные связи. Да, всем доброе утро! И мы должны были Лакахат Мусара Скель взять из этой книги. Мусара Скель – это высшее постижение такое, интеллектуальное, которое помогает постигать интеллектом очень глубокие и высокие вещи. И цедек, справедливость, умешпад, и суд, и мешарим, и средний путь мы должны были понять. Могу по себе сказать, не знаю, как вы, я пока поставленных целей царем Соломоном не достиг. То есть, возможно, придется мне повторять, повторять, еще раз повторять книгу Мишлей, потому что тот, кто учит и не повторяет, похож на кого? На того, кто сеет и не собирает урожая. То есть, бывает, люди засеяли, а потом ушли. Опять засеяли, потом опять ушли. Поэтому, от того, что мы ознакомились с мудростью царя Соломона, в принципе, все то время, пока мы постигали мудрость, оно шло, безусловно, в плюс. Да, Мария, привет, Владкосов. Значит, мы старались, это показывало намерение сердца, да, намерение, что, когда человек приходит на урок, его намерение опознать Тору, постигнуть Тору, приблизиться к Богу, уже хорошо. Но сказать, что сколько человек получает с этого урока, без того, чтобы поработать над Торой, да, вот, поработать, постараться запомнить, выучить наизусть. И главное, главное помнить о том, как говорится в Пертеевод, что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому моспетимбе, а то тому с неба помогают, лельмот в лиламет. То есть, и учиться, и обучать. Очень важно, вот, запоминать какие-то важные вещи для того, чтобы передать им, их другим людям. То есть, мы должны менять мир вокруг себя, делать его лучше. И когда у тебя есть такое намерение, не только самому получить божественное знание, но и передать его, тогда у тебя больше остается. А когда у тебя есть намерение, дальше говорит Мишна, ау метал манат ла асот, тот, кто учит для того, чтобы сделать, применить это знание, тому с неба помогают выучить, обучить, лишь мор сохранить его и сделать. Поэтому должно быть намерение не просто узнать, что Бог от нас хочет, а еще и применить сразу это в своей жизни. И тогда такое намерение плюс повторение равно изменение мышления и изменение человека. То есть, человек себя совершенствует с помощью Торы и становится более совершенной версией себя. То есть, как алмаз требует огранки, так же человек требует чего? Самосовершенствование, развитие. И или ты это делаешь методом, как нас научил царь Салмон, то ха-ха, увещевание. То есть, ты узнаешь и работаешь над собой. Или же ты идешь методом, называется, есть метод обучения. Или ты учишься, как правильно действовать. Или метод называется грабли. То есть, ты наступаешь на грабли, совершаешь ошибку. И, кстати, я никогда этот метод не признавал, но вот я здесь, в Израиле, познакомился с одним человеком, который из израильского спецназа, который прошел именно самый такой элитный спецназ израильский. И он мне рассказал, чем отличается их обучение, вообще вот главное у них в обучении. Они очень четко перед операцией планируют, что они хотят сделать. То есть, прям планируют каждый шаг, прям буквально каждый шаг у спецназа запланирован, как они будут действовать, чтобы остаться в живых и выполнить задачу. Потом, когда они возвращаются с операции, они тут же садятся и полностью описывают каждый шаг, что получилось, что не получилось. То есть, они сравнивают свой план с тем, что получилось в реальности. И из этого делают выводы, как надо поступать в следующий раз, чтобы результаты были выше, чтобы избежать ошибок и так далее. То есть, у них идет постоянно самообучающаяся такая система, которая каждый раз после любого действия выводит не эти правила, как когда самолет падает, берут черный ящик, и этот черный ящик расшифровывают и узнают конкретно весь механизм, в какой момент что-то сломалось, в какой момент кто-то сделал что-то не так, и самолет упал. Но это делается только, когда самолет падает. А спецназ в израильстве это делает после каждой операции. В принципе, каждый человек, вообще, по идее, вот великие люди в Торе, они вечером каждого дня делают, это называется хишбон нефиш, анализ своего дня, для того, чтобы понять, где они сегодня не доделали, где они ошиблись, где получилось не так. И для того, чтобы проанализировав, сделать, это называется, чува. Чува это раскаяние. То есть, ты в мыслях как бы исправляешь, вначале в мыслях, потом ты берешь на себя, берешь на себя обязательства, в следующий раз делать по-другому. Это называется чува. Анализ, сожаление и решение хорошее на будущее. Это очень важно. Самообучающаяся такая система. Теперь, значит, мы дошли уже до 30-й главы. То есть, мы пока просто первый раз ознакомились. И теперь дальше, конечно, было бы хорошо все это запомнить и начать применять. Значит, сегодня у нас 27-й отрывок, 27-й отрывок, 29-й отрывок 30-й главы. И вообще, 30-я глава для меня самая сложная в этой книге, в Мишле, потому что она все время говорит про животных. А нам животных непонятны. То есть, мне лично, я животных видел только в зоопарте. И вот у меня собака была уже после 40 лет, одна маленькая собака. Вот у меня вся связь с животными в моей жизни этим ограничена. А раньше животные, они были частью жизни человека. Все наши праотцы были пастухами. Авраам пастух, Искак пастух, Яков пастух, Мошера Бену пастух. То есть, они жили, прямо животные для них были, прямо вот полностью их окружали. Причем интересно, что даже когда Талмуд говорит, вот с какого момента там одевают, например, говорят, Шма-Исраэль утром. И приводят разные, разные вариации, с какого времени. И несколько вариаций вообще для нас, для меня непонятны. С момента, когда человек может различить между волком и собакой. Я и при свете не отличу между волком и собакой. Для меня что волк, что собака, они примерно одинаковые. Или с момента, нет, ну если, а есть же собака похожа на волка, лайка, например, Или, например, там приводится другой вариант, другой из мудрецов говорит, с момента, когда человек может различить между ослом и осел. Кто из вас может отличить мула от отца? От отца, от осла. Мало кто может мула от осла различить. Значит, и вот царь Соломон, вся 30 глава у нас призывает, посмотри на муравья, посмотри на орла, посмотри на того, посмотри на сего. И здесь тоже он сейчас нам передает очень важные вещи через животных. Значит, 29 отрывок звучит так. Шлоша эма мейтивей цаат. Есть три, которые хорошо ходят. Есть трое, которые хорошо ходят. Варба мейтивей лохет. А четвертый, он хорошо прямо лохет, как бы выступает. Эти хорошо ходят. Видно, у животных есть разные типы ходьбы. А этот хорошо ходит. Значит, сейчас он нам перечислит три животных, которые хорошо ходят. И четвертая хорошо выступает. То есть, ну, понятное дело, что он нас пришел не за лоди обучать царь Соломон, а он нас пришел обучать следующим вещам. Вот он приводит, например. Например, Лаиш Дибор Бабаима. Лаиш – это лев. Лев – это самое мощное среди всех животных. Вело Яшуми Пнэйколь. И он не отступает ни перед тем. Зачем нам знать, что лев – самое мощное животное, и он не отступает перед тем? Вот зачем нам это знать? Так как Мишли, он нас учит понимать свою природу, управлять своей природой, то нам этот отрывок объясняет, что в каждом человеке… Вот до этого нам сказали учись у муравья. Или там у саранчи учись, да, каким-то качеством. А теперь нам перечисляются качества, которые, наоборот, следовало бы, может быть, в себе и исправить. У каждого человека внутри есть вот это то, что называется лимбическая система – это животное, внутреннее животное. Есть, например, книга по психологии, они говорят, называют эту часть мозга внутреннее шимпанзе. Я называю это внутренней коровой. То есть у человека внутри есть животное. Теперь, но так как человек, он вобрал в себе, вначале Бог создал животных, а потом человека, то человек вобрал в себе качество всех животных. У человека есть внутри качество любого животного. И вот нам здесь говорится, есть такое качество лев, гибор среди всех животных, и он не возвращает, не перед тем не отступает. Действительно, есть такие люди, которые очень в них развито вот это львиное качество, как лев. Есть даже такой знак гороскопа лев. И самое смешное, что вот знак гороскопа лев, есть очень много таких миллиардеров, там, таких очень жестких людей, например, Наполеон, лев по гороскопу. Например, из таких вот очень ярких львов, это Лев Ливаев. У него имя такое, Лев Ливаев, миллиардер такой, он тоже лев по гороскопу. Есть Джордж Сорос, который там весь мир практически захватил, изменил и так далее. То есть лев это как хищное животное, которое нападает, иногда нападает, ну то есть он хищник, он царь хищных животных. И когда у человека сильно проявлен этот лев, то он старается захватить, властвовать над другими людьми. Он старается, ну как бы реагирует на них по львиному, да. То есть нужно увидеть и посмотреть, нужно увидеть и посмотреть, вот сколько у вас львиного этого. И уметь этого льва поставить под контроль. Потому что есть смешная такая впертеявод, которая говорит нам так, что а вы аски намер, будь дерзок как пантера. То есть нам прям мудрец говорит, будь дерзким как пантера. Векаль кенешер и будь легах как орел. Верат стецви и беги как олень. В дебор кеаре и будь мощным, вот как раз здесь это качество указано, дебор как лев. Но он приводит сразу направление, куда это надо направить. Делая волю отца своего небесного, Бога. То есть когда ты все эти качества поставил под контроль и намерение служить Богу, тогда это хорошо. Если нет, то это животное качество. Дальше. Зарис. Зарзир. Матнаем. Отаеш. Умелых. Алькум. Имо. Значит дальше приводится орел. Какой-то есть орел, который высоко летает. Козел, который ходит, выступает перед стадом. В общем идут перечисления разных животных. Особенно мудрецы наши остановились, внимание, на козле. Теперь козел, он идет впереди стада. Что это за козел такой? Почему он идет? Какое у козла этого преимущество? У этого козла. У козла в принципе преимущество никакого особого. То есть он просто такой, ну красиво выглядит, мощная рога у него. И он идет впереди стада. Он, его как бы, его, ну грубо говоря преимущество, что самки его поставили над собой козлом. Все. Вот он как бы главный козел в стаде. И тут интересно еще есть, что у людей, у людей, так как есть очень большая часть животного внутри у человека, то внутри каждой организации, там например внутри класса, внутри группы людей, внутри семьи даже и так далее, такая появляется иерархия. Иерархия и вот эта иерархия, когда люди не осознают, что у них есть высшая духовная сущность, то в них начинает управлять вот эта вот животная иерархия. И периодически каждый человек превращается в животное, пробуждая в других тоже животные качества. Потому что, как написано, как моем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце одного человека отражает, отражает сердце другого человека. Если хотя бы кто-то в группе людей начинает вести себя деструктивно, нападать, нападать, там например, а иногда он нападает, потому что он сам боится и так далее, то он вводит в эту деструктивную ситуацию всю группу людей. И тут интересно, что я где-то читал насчет вот например там фирмы, компании и так далее, что самый один деструктивный сотрудник может разрушить всю компанию. То есть он внося вот эту вот эмоциональную такую деструктивную энергию, он может разрушить полностью, ну там хороший коллектив. Один может разрушить большой коллектив, включив в нем вот эту вот животную, ну как бы животную, животный уровень, скажем так. Теперь значит, поэтому не надо быть ни львами, ни козлами, ни орлами, а тем надо быть людьми. Надо быть людьми и ставить свою животную природу под свой человеческий контроль. Теперь дальше. 32-й идет отрывок, значит 32-й отрывок говорит так. Им навальта бейт насе, ве им замота яд ляпе. Такой прям стишок получился. Им навальта бейт насе, ве им замота яд ляпе. Что это значит? Если ты навальта навела это падаль, если ты начал вести себя как вот это животное, причем уже в самой его низшей степени, да, уже животное падаль, которое называется, и тут интересно он использует такое слово, если ты совершаешь вот это навальта, как навела, бейт насе, возносясь, возносясь над другими. То есть, одна из самых главных корней, корней нападения на других людей, это ощущение гордости, затронутой гордости и так далее. И вот, если ты уже начал с тем-то разговаривать плохо, им навальта, им наасита наваль, рацеламар им херафта ми бадибуро, асеоткали наваль, значит, если ты кого-то в своем дибуре, в своей речи, ты начинаешь оскорблять, то ты должен знать, что он тебя тоже будет оскорблять. То есть, если ты начинаешь с тем-то ругаться, ты должен знать, что он будет ругаться с тобой. И вот эта вещь, он, царь Саламон говорит, если ты уже сказал вслух, это первое, ну, это уже ты сказал, ты знаешь, что ты уже зажег костер, и дальше оно будет, пока кто-то не закроет рот, оно будет продолжаться вот эта вот война. Вы им замота, но иногда бывает, человек внутри себя уже начал ругаться. Идим за моимым, это те, которые задумали. И бывает, что ты еще не начал ни на кого ругаться, но ты внутри на кого-то ругаешься. Вот он говорит, в обоих случаях я для П, руку на рот. Закрой себе рот, потому что и в случае первом, и в случае втором ничего хорошего не выйдет, потому что твой гнев, который ты, ну, хочешь сейчас выключить, включить на другого, он в нем включит животное, скорее всего. 99%, хотя всю книгу нам царь Саламон говорил, что мудрец, он воспринимает увещевание хорошо, что он не, ну, как бы он не втягивается, но где найдешь таких мудрецов? То есть это очень сложно найти какого-то мудреца, чтобы просто его поругать, спокойно покритиковать, и он тебе не ответил. Это таких мудрецов поискать надо. Раф Зильберг, кстати, он никогда не вступал в споры и никогда никому не делал замечания. И он прямо писал в книге, что он говорит, я один раз в тюрьме сделал одному замечание, просто спросил, зачем ты это сделал? И он говорит, потом год об этом жалел, потому что у меня такие неприятности начали, что капец. То есть, когда ты кому-то делаешь замечание вслух или даже про себя, ты должен знать, что это вызывает ответную реакцию. И последний отрывок в 30-й главе, он объясняет, это он объясняет предыдущий отрывок, То есть, из молока выделяется сметана. И когда ты давишь на нос, выходит кровь. Это тоже такая у него идет, как метафора такая, да? А тот, кто выжимает гнев, то есть, выжимает гнев, из себя выжимает или внутри его выжимает, выходит 40. То есть, это как искра. Вот этот гнев внутри или гнев снаружи, он становится искрой. А учитывая все предыдущие отрывки, в которых нам рассказали, что в каждом человеке есть животная часть, то очень важно не включать эту животную часть в других людях и стараться не включаться. То есть, если у вас уже начинают полыхать гнев, эмоции и так далее, то нужно знать, это у вас сейчас включилась животная часть. И если вы сейчас эту животную часть позволите себе выплеснуть дальше, то она может включиться цепная реакция. И один человек, который включает вот эту свою животную часть, он может потом включить целую группу людей, ссоры и так далее, потом вплоть до войны. И когда у людей начинают включаться вот эти деструктивные эмоции, то тогда это бывает, что целые страны начинают воевать и так далее. И я думаю, что сейчас вот есть очень хороший шанс у, например, у Украины, у России совершенно перейти на новые рельсы, потому что тот, кто стал сейчас президентом, Владимир Зеленский, он у всех ассоциируется с радостью, с весельем, с позитивными эмоциями. Если он сумеет сохранить вот этот свой стиль общения, даже находясь на вершине власти, то тогда есть шанс, что он включит во всех людях, так как у него сейчас есть, хотя и раньше он был на экране 500 часов в год, представьте, в 462 часа в году он был на экране. Можете себе представить? И сейчас он будет, наверное, еще больше на экране, потому что все экраны сейчас его. И значит, и значит, что? У нас есть шанс радоваться, теперь будут новости вместо ужасов. Радость, смех, веселье. Я думаю, что все помирятся и наступит то, что когда, это, конечно, оно не связано, но когда описывают приход Машеаха, написано, что будет перекуют мечи на оралы, то есть перекуют мечи на какие-то там инструменты труда, и значит, и будет волк дружить с овцой. То есть они будут вместе дружить, наверное, они будут питаться травка оба, наверное, все станут такими вегетарианцами, но с божьей помощью есть шанс. У нас есть сейчас шанс. Все-таки, я верю, что будет все очень хорошо, но в личной жизни каждый из нас, в личной жизни каждый из нас должен стараться включить в себе человеческую часть и не включать животное. Если включать животное, то только на служение Всевышнему, когда ты точно знаешь, что выполняя митцву, не будет никакого зла, и ты выполняя митцву, так как нам есть до этого обещание, что тот, кто делает заповедь, с ним не случится плохой вещи, то только в этом случае значит можно включить в себе вот эту свою животную силу, потому что у тебя есть защита, ты выполняешь заповедь. Во все остальное время животное надо выключить. Все, друзья, удачи, успехов. Давайте сделаем вывод, что, какой сделать можно вывод, что в каждом чате есть животная сущность, пробуждая в себе гнев и вываливая его на оружие. То есть нужно закрыть рот в любом случае, потому что как только ты свой гнев выпускаешь, ты включаешь в других людях львов, козлов и прочих животных мир. Поэтому, чтобы это не включать, нужно закрыть рот, когда ты хочешь выпустить свой гнев и, значит, лучше промолчать, причем не только снаружи, но и внутри себя, таким образом описать ситуацию, чтобы увидеть в нем хорошее. Расскажу, был такой раб Раби Левицкак из Бердичева, и на всех он искал позитив. И как-то он идет в Йом-Ти-Пур, смотрит, стоит еврей, курит в Йом-Ти-Пур. Он ему говорит, наверное, ты не знаешь, что сегодня Йом-Ти-Пур. Он говорит, знаю. Наверное, ты не знаешь, говорит, что нельзя курить в Йом-Ти-Пур. Он говорит, знаю. Он говорит, смотри, какой ты молодец, какой ты честный человек, мог бы обмануть и не обманул. Молодец, ты честный. То есть он даже в этом случае нашел в нем вот эту позитивную черту это это край конечно потому что может его надо было и но очень непонятно что надо было он себе выбирал вот этот вот крайний позитив крайний позитив все друзья удачи успехов всем крайнего такого экстремального супер мега позитива любви и счастья и уверенности что бог вас любит когда вы внутри наполнены любовью то вы можете знать что бог вас любит все удачи успехов всем прекрасного дня наполненного любви к себе к людям и богу все вот моя дочь вам желает до свидания все важно вам желаю до свидания и массе желаю до свидания все мы вам желаем до свидания и любви всем пока